День добрый и добро пожаловать! С вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку Angry Video Game Nerd Adventures. Это еще одна игра, которую я в свое время полностью проигнорировал, а оставил просто для того, чтобы взять ее на скидках, посмотреть на нее, заплатив поменьше, потому что я просто уже сразу же знал, что она мне не очень пойдет. О, господи, боже мой, да, это жестокая-жестокая игра. Это то, что я к ней уже не совсем серьезно отношусь, и поэтому я решил ее отложить. Но теперь я ее взял, и давайте посмотрим, что же это такое. Angry Video Game Nerd Adventures это очень сложная игра, то есть это сделано как классическая NES-овская или SNES-овская игрушка, с очень высокой сложностью. И тут у нас сразу же есть еще и три сложности, а то есть я играю на самом простом, а то есть у меня шесть бутылок пива и бесконечные рестарты. Среднее у нас ограниченное здоровье и ограниченные рестарты, и, по-моему, на самом сложном у нас будет ограниченное здоровье. А также совсем не будет рестартов, и нам придется уровни начинать с самого начала. Так, господи, бревна, о господи, бревна, я в этот уровень еще не играл. О господи, бревна, бревна, бревна! Так, хорошо, давайте попытаемся с этим... Нет, нет, мы никак не справимся. Первое, Angry Video Game Nerd это, скажем так, прото-злой обзорщик, который матерился на игры, который орал, тем самым и прославился. Скажу вам честно, я его много не смотрел, и поэтому, например, некоторые шутки, которые здесь присутствуют, мне абсолютно ничего не говорят. То есть там какие-то вырезки из текстов, какие-то запомнившиеся его вещи, которые он говорил, которые он крикал, господи, боже мой, которые он кричал, и вот, например, вот это вот, каждый раз, когда я проигрываю, это вот написано, уж лучше траляля, 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 чем играть в эту игру. И да, он этим таким абсурдным прославился. Здесь, по-моему, это генерируется рандомно, а то есть это не все то, что он говорил, это просто сгенерировано абсолютно рандомно, то есть там, уж лучше, чтобы меня облизал ежик, чем я буду играть в эту игру, что-то такое там у меня напопадалось. И скажу вам честно, сразу же, то есть по идее игра классная, она мне нравится, она сложная, в нее можно играть, она красочная, у нас здесь приличная музыка, у каждого уровня, у него своя тематика, у него свое настроение, и в эту игру можно играть. Единственное, что меня выводит из себя, и почему я хочу орать, как Angry Video Game Nerd, это потому, что эта игра сложная, и по идее разработчики этой игры должны были знать, что я буду, или игрок будет, очень часто умирать. Проблема в том, что каждый раз, когда я умираю, так, давайте я сейчас, вот, у меня выскакивает этот экран, и он не пропускается, несколько секунд. Есть некоторые места в этой игре, где вот этот экран видишь очень-очень часто, и он абсолютно надоедает. И я понимаю, что им хотелось, чтобы я каждый раз, умерев, читал их рандомное предложение, но меня это не интересует. Мне интересно снова и снова и снова пытаться пройти уровень, и мне в секунду или две просто воруют из моей жизни, говоря, что нет-нет-нет, вот сети смотри на наше предложение, и я просто не хочу это делать. Это меня дико-дико бесит. И это то, почему я не буду играть в эту игру. То есть это как-то странно. То есть это немного, это совсем немного, но этого вполне хватает, чтобы испортить эту игру для меня полностью. А то есть, если я не могу без нервов, если я не могу без нервов играть в эту игру, то есть, конечно же, нервничать, потому что я не могу пройти, это нормально. Нервничать, потому что мне игра надоедается каким-то элементом, это нехорошо. И поэтому я вам тут сразу же не могу посоветовать игру. Я вам скажу так. Игрушка классная, игрушка очень сложная, игрушка очень интересная, но, с другой стороны, вот этот вот элемент того, что приходится после смерти сидеть и читать их предложение рандомное, он меня просто выводит из себя. И для меня это убивает игру. Так. О, господи. О, господи. О, господи. Хорошо. Давайте, давайте пойдем на какой-нибудь другой уровень. Посмотрим, что там у нас есть. Так. Blizzard of Balls. Хорошо. О, господи. Так. Ну тут... Так. Понятно. Понятно. Это непростой уровень. Это непростой уровень. Это непростой уровень. Это совсем непростой уровень. Так. 100% да. Так. Да. Мне его можно расстреливать. Хорошо. А то... О, господи. О, господи. О, го... Олень. Олень. Не надо. Не надо, олень. Перестань. Перестань это делать. Страшно. Видите? То есть, с одной стороны, игра очень веселая. Игра очень странная и прикольная. и рандомная. Но. Вот это вот каждый раз. Ты умер. Ты умер. Ты умер. Ты умер. Ты умер. Ты умер. Надоедает. И поэтому... Как бы это маленькая вещь, но она полностью убивает у меня желание в игру играть. Или, по крайней мере, играть в неё долго. Потому что нервов просто не хватает на это. Давайте чекпоинт поставим себе. А то... А то я это не... Ой-ой-ой. Так. Давайте пока я тогда... Так. Прозрачный. Давайте я пробегу. Хорошо. Хорошо. Так. Бутылка пива. Давайте по верху пройдём. Последняя бутылка пива. Нет. Нет. Ещё одна бутылка пива. Так. 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 Чекпоинт. Есть. Нет. Нет. Это сложно. Класс. То есть, с одной стороны, класс. Мне очень нравится. С другой стороны, мээээ. Неужели они не знали, не понимали? То есть, по идее, первый, кто сделал вот этот вот... отказался полностью от экрана с гейм-овером, это был Супер Мидбой. Это было обалденно и классно, и чудесно, и это было самое лучшее, что Супер Мидбой когда-либо сделал. Ну, конечно же, ещё уровни, музыка, геймплей, но вот это вот сразу же после смерти мы начинаем снова играть. Это очень важно. Так. Я, по-моему, здесь должен найти правильный вход, выход. Так. Хорошо. Так, а здесь я никак не могу? А-а-а. А-а-а, всё-всё-всё, понятно. То есть, я там смогу спуститься. Понятно. Здесь спуститься. Так, здесь спокойно. Там лишнюю жизнь я поднимать не... А-а-а-а, пробегу, 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 пробегу. До следующего чекпоинта должно хватить. Ух. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Есть! Ха-ха-ха! Так, хорошо. Спокойно. Может быть, я пройду этот уровень. Может быть. Очень может быть. Очень может быть. У-у-у, дополнительная жизнь. Так, правда, я тут дальше не пройду. Хорошо. Давайте осторожно. Поднимемся. Уп! Так, хорошо. О, господи, нет. Это было явно не то, что мне нужно было здесь сделать. Так, вот что мне нужно было здесь сделать. Так. Бутылка пива. Три батона. Кружка чая. Молоко. Так. И еще разные другие продукты. Так. Чекпоинт. Есть. Ага, все понятно. Эти штуки двигаются. У-у-у. И мимо облака прыгнул. Мимо облака. Мимо облака. И... У-у-у-у. Есть. Отлично. Все. Бежим-бежим-бежим. Бжим-бжим-бжим-бжим-бжим-бжим-бжим-бжим. А-а-а-а. Господи. Сколько всякой всячины тут. Понабросали, понимаете. А-а-а. Так. Все. 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 Я... Я сдался. Итак. В общем. В общем, игра мне нравится. И если вы думаете, что вас особо не будет нервировать вот это вот. Ты умер. Ты умер. Ты умер. Ты умер. Постоянно. То берите. Берите. А она сейчас, конечно же, как и практически все игры на стиме на скидке. И я думаю, что даже для тех, кто Angry Video Game Nerd'а не знает, они смогут получить удовольствие от этой игрушки. Я тогда говорю большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.